Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной выпуск налоговых новостей на этот раз за июнь 2020 года. Представляет настоящий выпуск Юзвак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего выпуска, то, как видите, он в целом традиционный. Сначала я предлагаю рассмотреть налоговые законопроекты, которые поступили в Государственную Думу в июне 2020 года. Затем предлагаю рассмотреть обращение президента Российской Федерации, в котором были затронуты налоговые вопросы. Также будет затронута деятельность ФНС России. Ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему определения обстоятельств, которые необходимо исследовать по делам о налоговой выгоде. Итак, что касается налоговых законопроектов, то в целом их можно разделить на две группы. Первую группу составляют законопроекты, которые были подготовлены правительством Российской Федерации. Ну а вторая группа законопроектов была подготовлена депутатами Государственной Думы. И здесь интересно, что это были депутаты от ЛДПР. Итак, что касается первой группы законопроектов, то центральным является законопроект, связанный с расширением сферы деятельности патента. В данном случае это расширение происходит двумя путями. Первый путь заключается в том, что включаются новые виды деятельности, которые подпадают под действия патентной системы налогообложения. Второй путь заключается в том, что смягчаются условия для применения патентной системы. В данном случае речь идет о деятельности по розничной торговле и общей ПИТу. Теперь предлагается применять эту деятельность в рамках патентной системы налогообложения в том случае, если площадь зала не превышает 150 квадратных метров. Ранее патентную систему можно было применять только в том случае, если площадь зала составляла всего лишь 50 квадратных метров. Кроме того, предлагается установить возможность уменьшения суммы налога, который уплачивается в рамках патентной системы, на страховые взносы, на расходы по выплате пособий по временной нетредоспособности, а также на платежи по добровольному страхованию. В целом указывается на то, что такое расширение границ применения патентной системы связано с упразднением единого налога на вмененный доход. В данном случае предполагается, что те индивидуальные предприниматели, которые утратят возможность применения единого налога на вмененный доход, они смогут применять патентную систему налогообложения. То есть, фактически, это определенное сглаживание негативных последствий от отмены ЕНВД. Следующий законопроект связан с освобождением от НДФЛ взносов по страхованию ответственности Совета директоров. В данном случае изменения предлагают внести в статью 217 Налогового кодекса. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что страхование ответственности членов Совета директоров, оно выгодно как непосредственно данным лицам, то есть членам Совета директоров, так и самой организации. И в этой связи для того, чтобы стимулировать такое страхование, и предлагается установить соответствующую льготу. Следующий законопроект связан с льготой, которая будет предоставлена военным пенсионерам. Правда, здесь сразу следует заметить, что изменения вносятся не в Налоговый кодекс, а в закон об обязательном пенсионном страховании. Так, поправками предлагается установить, что военные пенсионеры, которые имеют статус адвокатов, они не являются застрахованными лицами. И такое изменение, оно приведет к тому, что соответствующие субъекты не должны будут уплачивать страховые взносы. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что данное изменение направлено на реализацию позиции Конституционного суда, которая была изложена в постановлении 2020 года номер 5. И в данном постановлении была изложена позиция о том, что взимание с военных пенсионеров, то есть лиц, которые получают пенсию за выслугу лет, либо по инвалидности в соответствии с законом об обеспечении, пенсионном обеспечении лиц, прошедших военную службу, взимание с них страховых взносов не обосновано. Поскольку в большинстве случаев такие военные пенсионеры, имеющие статус адвоката, не смогут получить страховую пенсию. И, соответственно, взимание с них страховых взносов, оно несправедливо и не соответствует положениям Конституции. Правда, здесь сразу следует заметить, что у данных лиц, то есть у военных пенсионеров, имеющих статус адвоката, сохраняется возможность добровольного участия, и, соответственно, они смогут добровольно вносить взносы на пенсионное страхование. Следующий законопроект, по сути дела, направлен на установление нового налога под названием «гуманитарный сбор». Данный законопроект был подготовлен депутатом Государственной Думы от ЛДПР. И поправками предлагается установить следующее положение. О том, что гуманитарный сбор имеет целью помощь лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и при этом данные лица, они нуждаются в лечении. В качестве субъекта соответствующего налога предлагается установить лиц, которые занимаются распространением рекламы. При этом объектом обложения будет доход от соответствующей деятельности, а ставка составит 5% от дохода, полученного в результате распространения рекламы. В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что в настоящий момент компании, телевизионные компании, они должны зарезервировать эфирное время по 5% под социальную рекламу. При этом автор отмечает, что у лиц, которым требуется такая социальная реклама, нет достаточных денег для того, чтобы запустить такую рекламу. Автор считает, что это несправедливо, и вот таким своеобразным способом он пытается как-то исключить, смягчить эту несправедливость и предлагает ввести новый гуманитарный сбор. Что касается перспектив данного законопроекта, то следует признать, что их в принципе нет. Дело в том, что на данный законопроект поступило заключение правительства, и это заключение отрицательное. В заключении правительство указывает на то, что, во-первых, данный платеж не является по своей природе сбором, поскольку отсутствуют какие-либо действия органов власти, за которые уплачивается соответствующий сбор. Кроме того, в заключении правительства указывается на то, что данный законопроект, он нарушает бюджетное правило о том, что расходы, они не могут быть увязаны с определенными доходами. Следующий законопроект на самом деле наиболее странный законопроект среди всех перечисленных. И я признаюсь, что, чтобы понять данный законопроект, я потратил достаточно много времени и признаюсь, что даже сейчас я не уверен, что правильно понимаю ту мысль, которую хотели реализовать авторы законопроекта. При этом здесь интересно, что и другие специалисты разнятся во мнении, что именно хотели авторы реализовать данным законопроектом. Итак, законопроектом предлагается внести изменения в статью 220 Налогового кодекса и установить, что в том случае, если физическое лицо было уволено в 2020 году и увольнение произошло в период с марта по декабрь 2020 года, то налоговая база в отношении данного лица должна определяться в размере той налоговой базы, которая была в 2019 году. Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают на то, что это позволит применять физическим лицам имущественные вычеты, которые предусмотрены в статье 220 Налогового кодекса. Видимо, авторы предполагают, что раз у налогоплательщика была определена налоговая база, то по общему правилу предполагается, что с этой налоговой базы был уплачен НДФЛ. То есть, фактически предполагается, что НДФЛ виртуальный. Вместе с тем, это позволит применять налоговые вычеты и, соответственно, возможно, позволит налогоплательщику вернуть налог из бюджета. То есть, своеобразная такая поддержка лицам, которые утратили заработок в связи с тем, что были уволены. Однако многие специалисты указывают на то, что прямо об этом законопроекте не говорится, а значит и каким-то образом воспользоваться имущественными налоговыми вычетами, в том числе получить возврат НДФЛ, у лиц не получится. Поэтому в связи с такой неопределенностью, которая существует в рамках данного законопроекта, вряд ли стоит рассчитывать, что он будет поддержан большинством в Государственной Думе. Так, ну, что касается налоговых законопроектов, то здесь все. Следует заметить, что, пожалуй, центральным событием в налоговой сфере стало обращение президента Российской Федерации, которое состоялось 23 июня 2020 года. В этом обращении значительное место занимали налоговые вопросы. Наибольшее внимание и интерес в средствах массовой информации привлекло предложение о том, что необходимо увеличить ставку по НДФЛ до 15% в отношении сверхдоходов. Под сверхдоходами будут пониматься доходы, которые будут превышать 5 миллионов рублей. То есть это такой своеобразный способ перехода на прогрессивную модель обложения доходов физических лиц. Следующее предложение, оно связано с обложением контролируемых иностранных компаний. Ну, в данном случае речь идет об обложении лиц, которые контролируют соответствующие иностранные компании. В данном случае предлагается установить твердый платеж, который данные лица будут уплачивать в связи с наличием контролируемых иностранных компаний. И этот платеж, он составит 5 миллионов. Ну, во всяком случае, он не будет превышать 5 миллионов рублей. Вообще, многие специалисты указывают на то, что предложение, связанное с увеличением ставки по НДФЛ до 15% и предложение, связанное с КИКами, эти предложения, их необходимо рассматривать в связке. По сути дела, это такой компромисс между властью и состоятельными людьми, который заключается в том, что, с одной стороны, мы увеличиваем налоговое бремя по НДФЛ, но, с другой стороны, снижаем это налоговое бремя в рамках Института контролируемых иностранных компаний. Потому что в настоящее время контролирующие лица, они уплачивают налог с доходов контролируемых иностранных компаний и размер этого налога, он, ну, может и даже превышать миллиарды рублей. Здесь следует заметить, что на инициативу, связанную с КИКом, можно посмотреть и с другой стороны. Вообще следует заметить, что классический вариант Института контролируемых иностранных компаний предполагает, что приоритетная функция в данном случае является функция по контролю за движением доходов из национальной юрисдикции в иностранные юрисдикции. Что касается фискальной функции, то есть речь идет о взимании налога с доходов, то такая функция носит второстепенный характер и применяется от случая к случаю. Вместе с тем, в России был своеобразный перекос в сторону фискальной функции. И, как я уже сказал, в данном случае лица уплачивали в связи с контролируемыми иностранными компаниями значительные суммы налогов. И, соответственно, установление такого твердого платежа, 5 миллионов рублей, который, в общем-то, можно рассматривать как небольшой размер для многих лиц, это, можно сказать, в определенной мере приближение к иностранной, зарубежной модели Института контролируемых иностранных компаний. Вообще, кому интересен вопрос, связанный с КИКами, я рекомендую обратить внимание на работу Любови Старженецкой. У нее есть диссертация по данной теме, ну и также есть монография. Следующее предложение связано с так называемым налоговым маневром в IT-сфере. Предлагается установить пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам. Ну и, как вы видите, ставки составят, соответственно, 3% и 7,6%. Правда, здесь сразу следует заметить, что после выступления президента было указано на то, что необходимо каким-то образом компенсировать потери, которые понесет бюджет в результате маневра в IT-сфере. И предлагают компенсировать это за счет отмены льгот по налогу на добавленную стоимость. То есть, предполагается, что компенсация будет происходить за счет потребителей. Ну, в целом, эта тенденция, она наметилась уже давно, когда происходит определенное переложение налогового времени с производителей на потребителей. Несмотря на то, что предложения, которые были сделаны президентом, выглядят достаточно понятно, все-таки определенные моменты вызывают вопросы. И поэтому необходимо дожидаться тех законопроектов, которые будут реализовывать инициативы президента. Что касается деятельности ФНС России, то, как видите, в целом не так много событий произошло. Ну, и, пожалуй, наиболее интересным является то, что на сайте ФНС России появился сервис, связанный с уплатой налогов за второй квартал 2020 года. Ну, в данном случае специалисты понимают, что речь идет об инициативе, которая также, кстати, была озвучена президентом Российской Федерации, о том, что определенные налогоплательщики смогут за второй квартал 2020 года не уплачивать налоги. И в данном случае сервис ФНС России позволит налогоплательщикам определить, распространяется ли на них такая привилегия, либо нет. Так, ну, а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему определения обстоятельств, которые должны исследоваться при разрешении вопроса о получении, либо не получении налогоплательщикам налоговой выгоды. Данному вопросу посвящено дело Красноярского завода цветных металлов имени Гулидова. Вообще следует заметить, что дела о налоговой выгоде – это так называемые фактологические дела. То есть здесь важно определить и исследовать должным образом обстоятельства. И как раз этот вопрос и был затронут в том числе на уровне Верховного суда. Здесь сразу следует заметить, что в этом деле важны выводы не только, которые содержатся в определении Верховного суда, но и также те выводы и формулировки, которые содержатся в актах ниже стоящих судов. Поэтому я рекомендую для того, чтобы в полной мере понимать суть самого спора и выводов Верховного суда, я рекомендую ознакомиться с решением суда первой инстанции, с актом апелляционной инстанции, ну и уже можно тогда ознакомиться с определением судебной коллегии. В целом суть спора заключалась в следующем, что налогоплательщик приобретал слитки драгоценных металлов у поставщика. При этом соответствующий поставщик приобретал данную продукцию у банков через цепочку посредников, которые были установлены, они были связаны с поставщиком. Но здесь важно и другое, что впоследствии налогоплательщик реализовывал соответствующие слитки за пределы Российской Федерации, и при этом реализовывал он через посредников, которые также были связаны каким-то образом с поставщиком этих слитков. Ну и кроме того, реализовывались слитки в адрес иностранных лиц, которые создавались незадолго до сделок по приобретению, и впоследствии эти лица ликвидировались. И соответственно в рамках такой описанной ситуации и возник вопрос, получал ли налогоплательщик необоснованную налоговую выгоду, либо нет. Здесь я сразу оговорюсь, на самом деле ситуация еще более сложная, чем я описал, но для понимания подходов Верховного суда достаточно и обращенного описания ситуации. Итак, суд первой инстанции при разрешении данного дела сосредоточился на исследовании характеристик поставщика, соответствующих слитков, драгоценных металлов. И было отмечено, что имеется достаточно оснований для того, чтобы говорить, что, во-первых, поставщик был реален и мог исполнять соответствующие операции. Во-вторых, у налогоплательщика не было оснований считать, что поставщик каким-то образом злоупотребляет и нарушает налоговое законодательство. И в данном случае центральными обстоятельствами, которые были выделены как судом первой инстанции, так и впоследствии Верховным судом, это были обстоятельства, связанные со среднесписочной численностью, которая была у поставщика. Также обратили внимание на наличие реальных производственных мощностей. Ну и, кроме того, были длительные отношения у налогоплательщика с данным поставщиком. Исходя из данных обстоятельств, ну, на самом деле, не только исходя из них, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что налогоплательщик не участвовал в какой-либо схеме по злоупотреблению налоговыми правами, и, значит, ему положена налоговая выгода в виде вычетов по НДС. Заметим, что апелляция, она пришла все-таки к противоположному выводу и посчитала, что налогоплательщик злоупотреблял своими правами. И в данном случае апелляция, в отличие от первой инстанции, сосредоточилась по большей части на оценке тех обстоятельств, которые были связаны с последующей реализацией тех слитков, которые приобрел налогоплательщик. И было указано, что, во-первых, экспорт производился через посредников, которые тем или иным образом были связаны с поставщиком слитков. Второе, на что было обращено внимание, это на то, что у покупателей есть признаки того, что они формальные. Ну и, как я уже сказал, к этим признакам было отнесено то, что они были созданы незадолго до спорных операций по реализации слитков на экспорт. Ну и, кроме того, впоследствии покупатели они ликвидировались. Ну и, наконец, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об осведомленности налогоплательщика о соответствующей схеме. Ну и, более того, апелляция посчитала, что налогоплательщик, в принципе, сам участвовал в данной схеме. Верховный суд, в общем-то, рассмотрев данные доводы, которые были приведены в судебных актах, пришел к выводу, что ни тот, ни другой акт, ни тот, ни другой суд не исследовали в полной мере тех обстоятельств, которые бы позволяли делать обоснованный вывод либо о получении обоснованной выгоды, либо о получении необоснованной налоговой выгоды. В данном случае, во-первых, Верховный суд указал, что при решении вопроса о получении необоснованной налоговой выгоды необходимо исследовать ряд обстоятельств. Во-первых, необходимо исследовать вопрос об неуплате налога. Во-вторых, исследовать вопрос о реальности спорных операций. Ну и также исследовать вопрос о целях, которые преследовал налогоплательщик. В данном случае была ли цель, направленная на получение необоснованной налоговой выгоды. И здесь важно то, что все-таки Верховный суд обратил внимание, что самого по себе факта неуплаты налога в цепочке поставщиков недостаточно для того, чтобы лишать налогоплательщика налоговой выгоды. То есть необходимо установить и другие обстоятельства. В целом, конечно, этот подход Верховного суда, он не новый, но тем не менее важно, что этот подход вновь прозвучал на уровне высшей судебной инстанции. Следующее, что сказал Верховный суд, ну и я об этом уже сказал, что, в общем-то, суды не в полной мере выяснили все необходимые обстоятельства. И здесь применительно к апелляции Верховный суд выразил следующую претензию, что, по сути дела, суд апелляционной инстанции, он не оценил всех необходимых обстоятельств, а, по сути дела, переписал позицию, которую излагала ФНС России. То есть в данном случае Верховный суд оказал на то, что здесь не было оценки судом обстоятельств, а, по сути дела, это всего лишь оценка обстоятельств одной из сторон, в данном случае налоговым органом. И это является значимым недостатком, который говорит о необоснованности судебного акта. Что касается суда первой инстанции, то Верховный суд обратил внимание на то, что, в принципе, суд первой инстанции не исследовал вопрос о наличии схемы и не исследовал вопрос об обстоятельствах последующей продажи товара, который был приобретен у спорного поставщика. И в данном случае вот эти выводы Верховного суда говорят о том, что при определении того, была ли схема, либо нет, необходимо оценивать, скажем, всю цепочку движения товара. Не только необходимо оценивать, как и почему поступил товар к налогоплательщику, но также необходимо исследовать и последующее использование товара, и последующее движение товара. То есть необходимо, еще раз повторю, исследовать всю цепочку движения товара и оценивать на каждом этапе, какую цель преследовали лица, заключая сделки в отношении данного товара. Так, что касается значения дела Гулидова для налогоплательщиков. Ну, во-первых, на мой взгляд, данное дело позволяет в какой-то мере оценивать налогоплательщикам перспективы рассмотрения их дел. То есть они могут посмотреть, какие обстоятельства в их деле присутствуют, какие обстоятельства не присутствуют, и, исходя из этого, могут делать выводы, насколько высока вероятность того, что суд поддержит их в налоговом споре. Второе значение, что все-таки Верховный суд дал дополнительный аргумент налогоплательщикам в споре с налоговыми органами. А именно то, что очень часто встречается ситуация, когда суды действительно просто переписывают позицию налоговых органов. И теперь можно говорить, что если судебный акт, он содержит исключительно позицию налоговой службы, налогового органа, то что в данном случае суд не произвел оценку обстоятельств, а, по сути дела, изложил лишь оценку обстоятельств одной из сторон. Также следует заметить, что дело Гулидова направлено на новое рассмотрение. Это значит, что необходимо продолжать отслеживать то, как будут реализованы рекомендации Верховного суда ниже стоящими инстанциями. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.